Девушки отдыхают С другой, как бы не испортить себе впечатление откровенно сырой поделкой Меня зовут Майдлер, это портал Гоха.ру Давайте посмотрим, что получилось в итоге Стартануло, надо сказать, все как часики В 12.00 по МСК клиент попросил чего-то там докачать И вуаля, я практически сразу попал в игру Никакого редактора персонажа, естественно, в бету не завезли Зато героя можно было зарандомить Причем как женского, так и мужского пола И вот они, первые шаги по Вашингтону, пережившему не больше и не меньше апокалипсис Мне сразу же захотелось пошуровать кругом, но игра быстро обломала Ты, мол, не рыпайся, сказано идти к Белому Дому, вот и иди Делать нечего, я пошел Белый Дом это, как несложно догадаться, наша новая оперативная база В первой части нам полагалось, выполняя задание, прокачивать три крыла здания, чтобы получить доступ к новым способностям персонажа Во второй все будет немного по-другому Да, развитие базы остается, только теперь под развитием подразумевается поиск и доставка необходимого НПЦ по месту приписки Всего их планируется восемь, но в бете нам были доступны специалист по крафту, специалист по темной зоне, специалист по ПВП и квартирмейстер К последнему товарищу, насколько я понял, бегать придется постоянно, поскольку именно у этого персонажа мы открываем все новые умения Активные и пассивные Подняли левел, получили очки навыков и бегом в Белый Дом, прокачивать способности В бете дали пощупать турели, дроны и мины, по два уровня на каждую способность Итого, два типа турелей, снайперская и, скажем так, более привычная, дамажащая по всему, что движется без вашего участия Потому что снайперскую, например, лучше всего направлять через нажатие клавиши Е-английская Два типа дронов, летающие, лечащие вас с союзниками в автоматическом режиме И дрон, который через нажатие все той же Е-шки после выделения двух целей устремляется к ним и устраивает там биг-ба-да-бум Ну и мины, тоже два типа Традиционная самонаводящаяся, которая, если вызвать, будет кататься рядом с вами, пока не обнаружит цель И бьющая по площади через нажатие, угадайте, какой клавиши? Правильно, Е-английская Из личного опыта более-менее юзабельными себя показали дрон-лечилка, не снайперская турель и самонаводящаяся мина Хотя, в принципе, мина с АОЕ уроном тоже вполне себе Но тут такое, вкусовщина Все равно пока ничего лучше честного урона от оружия в девишку не завезли Можете, кстати, в комментариях написать свое мнение по этому поводу С чем бегали, чем пользовались и все такое С пассивными способностями обошлось без ограничений Если хватит скиллпоинтов, то выкачивай хоть все, а там есть где разгуляться К слову, скиллпоинты к активным способностям и скиллпоинты к пассивным – это совершенно разные единицы Если первые, как я уже упоминал, давались исключительно за поднятие уровня, а он в бете ограничивался седьмым То вторые можно было найти по специальным значкам на глобальной карте Врать не буду, всех не собрал, так что общее количество не скажу Но вкачать на полную получилось больше половины пассивок Далее Со специалистом по крафту, думаю, все понятно Это, по сути, персонаж, подойдя к которому, можно сварганить себе какой-нибудь прицел, магазин, рукоять на оружие В общем, с большего улучшения на экипировку Оружие скрафтить, насколько я понял, в бете было нельзя Но такой функционал определенно будет в полной версии игры Ну а специалисты по темной зоне и пвп банально отвечали за допуск персонажа в темную зону и пвп Из интересного в Белом доме обнаружилось отдельное помещение под кланы Оно, понятное дело, было неактивным, пройти туда не представлялось возможным Но сам факт того, что нечто подобное есть, как Бея намекает – кланам быть На всяческое оружие в приват-бете определенно не поскупились Пистолеты, ружья, винтовки, автоматы, пулеметы, пистолет-пулеметы, белые, зеленые, синие, вплоть до фиолетовых Хотя найти фиолку в бете было настоящим событием Синьки, в принципе, все радовались ничуть не меньше В общем, все, как нам запомнилось из первой части франшизы Много, но полезного из этого всего прям кот наплакал С другой стороны, шмот всегда можно было пометить как хлам И первое – банально продать Второе – разобрать на крафтовые составляющие Третье – пожертвовать на развитие мирного поселения Одно такое – театр – было доступно в приват-бете Сказать что-то большее пока не берусь Пока это выглядит как просто очередная игровая активность Чтобы было чем занять игроков Задания – две сюжетные операции и пять побочек Играются совершенно так же, как и в первой части С друзьями – веселье, без друзей – рандом в помощь В одиночку – боль и страдания Ну, не всегда Это зависит от выбранного уровня сложности, понятное дело На нормале в бете, а в бете был только нормал Прокачавшись до седьмого уровня и обзаведясь парой-тройкой синих вещей В принципе, в одно лицо проходилось на раз-два Помимо этого, на карте можно было встретить случайные обновляемые миссии Наподобие «Заставь вон тот репродуктор вещать нашу пропаганду» С бегой за аэрдропом Или банально «Зачисти сектор, помоги добыть припасы» и все такое Последнее, кстати, завязано на взаимоотношениях с игровыми персонажами Помните, в первой части городские жители шлялись тут и там И периодически обращались к вам за помощью Так вот, в The Division 2 они все так же нуждаются в помощи Можно помочь материально, начислив энное количество своих припасов А можно и самому принять участие в импровизированном рейде местного населения Или поучаствовать в патрулировании определенного района Во-первых, потому что, напоминаю, вы просто хорош и против всего плохого А во-вторых, как уже упоминалось в прошлом видео по The Division 2 Местные не просто будут вам благодарны, но и в трудную минуту придут на помощь У меня такой случай был Мы как-то конкретно подвязли в перестрелке с золотыми мобами И думали, что уже все, добро пожаловать на респаун Но внезапно налетели дружественные мобы И вместе мы быренько разобрались Так что не стоит пренебрегать помощью местному населению Это вполне себе окупится впоследствии Что там осталось? Пожалуй, только эндгейм и темная зона Единственное, добавлю про броню Во второй части это отдельная полоска сразу над хп-баром То бишь, сразу дамаг проходит по броне А когда она заканчивается, уже по жизни Соответственно, и хилка, к которой мы все привыкли в первой части На английскую В, теперь восстанавливает в первую очередь броню Но это прям не очень быстро Так что иногда лучше воспользоваться соответствующим скиллом Эффект тот же, и так порой куда быстрее В темную зону можно было шуровать чуть ли не сразу Выполнили одно из сюжетных заданий Не помню, правда, какое точно И... вперед Делать этого, конечно же, не стоило Для начала лучше все-таки более-менее разжиться лутом и левелом в ПВЕ локациях Во-первых, дроп вроде как завязан на ваш левел То есть, какого уровня ваш персонаж Такого уровня и вещи будут падать с мобов, сундуков и прочее Ну, а во-вторых, в темной зоне бродят довольно серьезные дяди и тети Можно и звездюлей отхватить Для начала нас познакомили с механиками ТЗ, известными всем, кто играл в первую часть франшизы Вот зараженная территория, вот ее зоны, вот лут, который зачастую тоже бывает зараженным Чтобы очистить его, необходимо эвакуировать при помощи вертолета в специальных эвакуационных зонах Ничего особо не поменялось, разве что перед выходами из ТЗ ренегатов теперь будут поджидать весьма дамажащие турельки В основном в темной зоне мы занимались тем, что бегали по фиолетовым лендмаркам, где надо было уничтожать разные степени сложности мобов А потом решать, лутать или не лутать находящийся по месту сундук Если у вас есть так называемые ключи темной зоны, все открывается без проблем Ну а если нет? Ну что ж, взлом тоже никто не отменял Правда, вы тут же получаете статус ренегата и становитесь лакомой добычей для всех правоверных агентов Статус по-прежнему множится Можно, например, раз за разом взламывать сундуки и терминалы, разбросанные по карте Или банально ПКшить игроков, повышая свой уровень ренегата Лично я доходил до золотого статуса, когда вы светитесь на всю локацию и начинается так называемая облава Перестать быть ренегатом можно со временем, таймер тикает у вас над башкой или в предназначенных для этого зонах Они подсвечены на карте, так что не промахнетесь Внутри также можно было найти кое-что из недоступного в бете контента Например, я так понял, будут специальные перки темной зоны и специальные NPC за это отвечающие В общем, надо смотреть, пока же из нововведений можно отметить еще сейв-зону, расположенную приблизительно в центре ТЗ Это что-то вроде мини-операционной базы, в которой агенты смогут... Вообще черт его знает, что они там смогут В бете, во всяком случае, там можно было только отреспауниться Я, конечно, мог чего-то недосмотреть, поправьте меня, если что, в комментариях Как бы там ни было ТЗ, по моему мнению, самое веселое, что завезли в приват-бета The Division 2 Попав туда, я вышел только для того, чтобы потестить эндгейм-контент В частности, нам дали познакомиться со специализациями, которые станут доступны игрокам на 30 уровне Это подрывник, снайпер и выживальщик Каждый соответствует свое уникальное оружие Шестизарядный гранатомет, арбалет, стреляющий разрывными снарядами и мощная снайперская винтовка Можно было выбрать любого из трех, причем, насколько мне известно, точно так же планируется сделать и в полной версии игры Надоело быть снайпером, например, переквалифицировался в выживальщики или подрывники Довольно гибкая система, позволяющая подстраиваться под те или иные игровые ситуации Лично мне наиболее интересным на данном этапе показался выживальщик из-за своего необычного оружия Но не оружием единым, так сказать Помимо уникальных стволов, у каждой специализации появились и уникальные активные способности Не берусь утверждать, сколько их будет на релизе, но в бете каждая специализация получила по одной дополнительной У подрывника это турель, которая по команде владельца засылает гранату в определенную зону У выживальщика самонаводящаяся ремонтная мина, способная лечить игрока и сокомандников А у снайпера специальный дрон, зависающий над местом битвы и дающий оперативную информацию о противнике Потестить это все предлагалось на миссии вторжения, но по сути же нам дали перепройти уже знакомый торговый центр Джепперсона Где в конце надо было противостоять нескольким волнам одной из игровых фракций Проходили мы вдвоем, испытали при этом минимум неудобств Так что при той экипировке, которая давалась в бете, фиолетовые и золотые вещи Даже у не слаженной группы на нормале проблем возникнуть не должно Далее режим пвп 4 на 4 перестрелка Ну тут все понятно, две команды, энное количество общих жизней у каждой, одно убийство, минус одна жизнь у команды противника Карта небольшая, но достаточно насыщенная По концовке дают ящики, причем, насколько я понял, даже проигравшей команде Чтоб никто не ушел обиженным, разумеется Непись, отвечающий за пвп, расположился аккурат под вертолетной площадкой в белом доме Так что больше всего проблем возникло как раз таки с его нахождением, а не с самим пвп Так, ну вроде все, с брендами, детальными характеристиками оружия и прочими важными мелочами будем разбираться на релизе А сейчас давайте все-таки резюмируем Итак, были ли проблемы в бете? Конечно, куда же без них? Например, игра перманентно вылетала с ошибкой Delta 3 Или по истечении какого-то промежутка времени, неясно точно какого, все внезапно начинало жутко тормозить и фпс падал ниже плинтуса Лечилось исключительно перезапуском клиента Звук вот тоже постоянно лагал, то пропадал, то появлялся Но! Все это далеко не то же самое, что каждый раз перезаходить в игру во время загрузки миссий, если вы понимаете о чем я Так что такая приват бета автоматически равно даже лучше, чем все эти ваши демо-версии Многие, я слышал, начали предъявлять The Division 2 за то, что она, мол, сильно похожа на первую часть А на что, простите, должна быть похожа вторая часть первой части? На клюквенный пирог с марципаном? Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу Может быть вам больше яблочные пироги по вкусу, например Подписывайтесь на нас везде, полезные ссылочки найдете в описании И не забудьте проставить свой королевский палец вверх этому видео Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok